Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндзер, и сегодня мы продолжаем игру с зубнафтикой Bellow Zero. Продолжаем изучать остров. Короче, я... Я в прошлый раз начал изучать вот эту часть острова за мостом, всяких тварей нашел, еще что-то, и, наконец-то, собрал полярного лица. Правда, я долго не мог понять, где строить... Сейчас я найду ее и покажу лично. Вот, текстанцию лица. Потом я прочитал описание через какое-то время в технике. Так, ну где-то здесь, короче, было. То, что она строится только на поверхности. И я, короче, самую ближайшую людину, которая была к моей базе, наверху на ней построил, собственно, лис. Кстати, он... Что такое? А, это кнопочка-то кровать. Короче. В прошлый раз я почему-то не смог червя изучить. Где-то у меня шапка еще потерялась. Надо бы ее забрать. Собственно, он не как мой. Этот морской глайдер, он призывается по кнопочке. Вот так. У него есть улучшение, всего одно, в которое я уже впихнул. Можно сзади его забрать. На техстанции можно поменять ему цвет. Батарейки вроде бы менять нельзя, только заряжать. Поехали. А, кстати, на нем можно согреться, да. Но я бы все равно... Нет, я фонерик оставлю. На нем неудобно этот, поворачиваться. Вообще неудобно. Ну ладно. Не обессудь. Давайте изучать вторую часть острова. Надеюсь, мы наконец-то закончим. С ним. Потому что, ну, сколько можно? Пятый или шестой выпуск уже изучаем этот остров. Все, как изучить не можем. По сути, я ожидал, что этот... Как бы это сказать? Лис будет быстрее. Прыжки у меня на пробел. Да. Ожидал, что он будет быстрее и поворотливее. Ну, он вроде более-менее еще терпимов. Быстро, не быстро. Но... То, что он не поворотлив, мне это не нравится. Абсолютнейший не нравится. Но скорость набирает постепенно. Там ничего, да? Или чего-то. Так, по-руже-ка. Это как раз-таки тот каньон, на котором я, типа, этот. Кстати, не проверял с высоты, можно на нем разбиться или нет. Мы будем идти, как я в прошлый раз говорил, чисто по вот этим фонарям. Чтобы найти что-то интересное. Но я тут ничего не вижу, честно скажу. Ничего. А нет, что-то да нашел, кстати. Давай-ка заберем его. Попробуем еще раз червя изучить. Который с земли вылетает же. Но он бьет. Очень больно бьет. КПК. Технология. Сейсмический ударник ударяет по земле. А теперь интересно, для чего эта техника. Головная боль, ничтожная цена. А подожди, а его я могу собрать? Чтобы я спокойно все изучал, мне его сразу построить? Блядь, магнетит нужен. Батарея титан. А я магнетит весь на базу увез. Ладно, потерплю этих тварей, так сказать. Не впервые я... Опа, можно его не спустить. Стоп. Если это залежи магнетита, то это хорошо. Значит, останется только батарейку. Я ее достану с какого-нибудь из инструментов, которые мне пользуются. Например, лазерный резак. Да, и мы сделаем, собственно, вот эту штуку. Такой красный рассвет. Так, еще один КПК. Как хорошо пробоваться КПК? Напишите кто-нибудь в комментариях. Очень интересно. Так. Это титан. Блядь, и это титан. Тут вообще нету магнетита. Плохо. Плохо. Значит, в этом углу мы все изучили. Пошли. Без фонарика в этот раз. А, можно вот так резко поворачивать, короче. Только так. А я откуда приехал? Я просто не помню. Наверное, вот. Нет, не отсюда. Но разгоняется он вроде. Нет, я отсюда приехал. Да, я приехал отсюда. Я понял. Ускорение-то я не нажимал здесь, в этой игре. Ну, то есть на этом транспорте. Вот ускорение как раз таки нам рывок сделал. Огромный. Кстати, когда я на этой штуке езжу, у меня же черви не видят, наверное. В принципе, мы тут все осмотрели в этой части. Пошли дальше. Бляха. Ну, тогда нормально. Забирай свои слова назад. Если придрочиться к этому транспорту, то можно, в принципе, идеально на нем управляться. Это что такое? Голыбка какая-то интересная. Сразу осмотреть все эти места. Где чего. Ух, чешется. А! Я с утра записываю. С работы недавно вернулся. Да, и чтобы, типа, времени тратить. Ага. Ясно. А тогда я был наверху, да? Все правильно понимаю. Я тут ничего не вижу. Надо проверить с высоты. Разобьется или нет? Нет, смотри. На него не действуют такие... ...воздействия. В принципе, пугающие удары по земле мне нафиг не нужны. Ну, как я понял, могу комфортно ездить вот на этом транспорте. Нет, не могу. Ёб твою мать. Он сюда идет или куда? А, блядь, я застрял. Или нет? А он спрятался? Серьезно? И не ожидал, что он сюда побежит. Ну, ладно, главное, что транспорт цел. Ну, у нас тут... Одно интересное местечко завелось. Дай-ка посмотрим. Кабель архитекторов. Это череп, походу, его оторвали, да? Восковольтные кабели... А, высокоплотные кабели архитектора были проложены между различными известными источниками деятельности. Оболочка кабеля содержит внутри нечто, что, по сути, является линией связи из многомоду оптоволокна. Нифига себе. С микроскопическим слоем сжатой алмазной пыли. Ебать, да? Вот это чудеса. Ну, че я удивляюсь? Это же архитекторы. Почему я должен этому удивляться? Поехали. Пока что ничего нового не вижу здесь. А, вот. Лестницу вижу наверх. Да и хрен с ними, с этими тварями. Че я с этого теряю? Ничего. Ну, догоняют они меня, и что? Не догоняют же. Кварц. Ну, если вдруг найду магнетит... Кстати, на превьюшку было бы неплохо вот так сделать. Так, убери-ка свой вшивый пульт. Планета попала в кадр. Как много ресурсов здесь торчит. Ну-ка, покушаю. Давай-ка еще два. Потом окажется, что у меня паразиты в животе завелись. Аптечка. Это хорошо. Это прекрасно. Да блин, сколько можно аптечки мне давать? Нафиг они мне не нужны. Так, поехали. Во, я запрыгнул туда, куда хотел. Да? Ах, тут все равно толком ничего нет. Ну, кабель кабелем. И че теперь? Серебро и медь. Серебро и медь. Верно? Верно. Пошли. Карту бы рисовать, а? Коду. Потому что это трындец. Вот сюда сначала. По краешку все. Изучаемся по краешку. 80%? А как мысли? Это червь по-любому задел все-таки. Я просто вариантов не вижу. Как я мог 20% снести? Блин. Ну смотри, исследование прям в разы пошло. На скорость. Я туда сначала проеду, а потом в пещеру еще. Вау. Так, подожди. Ебать ты, быстрый. А как ты? Я и не знал, что они на такую высоту могут подлетать. Так, подожди. А? Волчара позорных. Хе-хе-хе. Давай, поехали обратно. Я тут уже, наверное, дофига изучил, просто пролетевшись местами. По сути, ничего нового. Одну новую технологию открыл, и все. Отпугиватель. И то, вот смысл у меня от него есть, и он на огромное расстояние не будет рваться. А мне надо на огромный... Огромный... Че, сколько? 67? А как? Подожди-ка, я это место помню. Ну-ка. Да, я помню это место в прошлом выпуске. Я его здесь начинал изучать. Но не доизучал. Блядь, я надеюсь, он его не задел. 57% было прочности, если задел, это хуёло. Ну-ка. Ох, нормально-ка. Там ничего нет наверху. Насколько помню. Ебать, серьезно-ка. Вау. А я не могу его изучить, да? Эй, в смысле? Да он мне транспорт все сломает. Там сейчас, наверное, уже не 67, а 47. А я могу же его починить. Че-то я туплю нафиг. Ну-ка. Так, это не то. А, 55. Нормально. Пока нормально. Но я думал, что я смогу прыжком и на скорости свалить от этого черта. Но не получилось, как видишь. Обмануть. Он меня сам обманул. Развел как дурака. Блин. Нафиг такой огромный остров тел. Я ж по-любому где-нибудь здесь что-нибудь проебу. Я опять буду все на свою невнимательность вспихивать. Потому что я такой вот плохой исследователь. Вот сейчас как понять, куда я еду? В глубину или... А я вообще возвращаюсь обратно, прикинь? Прыжок бессмысленен. Бессмысленен. Нет, бессмысленен. Ничего нового не вижу. А вот здесь я был, да? Да, я тут был. Я, честно говоря, не знаю. Если я что-то на этом острове пропущу, скажите мне сами. Подсказками. Потому что я вряд ли... Что-то найду. Кстати, ускорение сходу... А, нет, смотри-ка, с высоты все-таки прочно снимается у него. 36%. Давай-ка тут... Починим его. Можно же? По пять процентов. Ты смотри, чего. Прекрасно. Все. Нормально. Ускорение, походу, не всегда работают. В какие-то моменты только определенные. Блядь. Думал, пролечу. Но нет. Не получилось. Не проскальзнул. Вон там есть свет. Так, давай, пошли. Ну, что такое? Не понял. Нифига. На этом острове много титана и этого. Меди. На будущее буду знать. Опа-опа. А, это летит, да? Или чё это? Это летит. Но у меня его и так дофига. Я взял просто, чтобы убедиться, что это летит. А в этих туннелях они не ладят, что ли? Они же сами здесь все это прорыли. Почему они тут не могут лазить? Или они меня не чувствуют? Не, это бред какой-то. Тут еще глубже есть, да? А я там был, наверное, нет? Вижу кабель. Наверное, не был. Ну, блин, тут слишком много путей. Слишком. Заколебал. Не пугай так. Модели данных архитекторов очень сильны в этом месте. Здесь почти определенно находится информация жизненно важная для создания моего тела. Я просто прислушиваюсь то, что здесь вот эти твари ползают. И он неожиданно начинает что-то говорить. Прикинь, как стремно. Ты прислушался, а тут бац. Что-то на фоне говорят. Но получается, я все-таки что-то да не пропущу. Фига там высота, смотрите. Этажей 3, наверное. Здесь не хватает бинокля. Отвечаете. Бинокль нужен. Ты просто залез куда-нибудь повыше и можешь посмотреть в любое место. Вот, вот где он? А, понял. Ладно. Еще одна аптечка. Да кругом одни аптечки заколебали. Дайте что-нибудь. Нормально. Вот куда они мне? Че? Модуль сокращения нападения ледяных червей наполевных. Снижать частоту нападений. О, вот это хорошо. Надо будет его лучше. А то я не вижу смысла в прыжках. О, батарея. Вообще прекрасно. Ну почти. И че? И это все? Кстати, стой. А модуль его собрать надо, да? Блин. Да? Вот он. Комплект проводов и титан. Ясно. Надо будет еще две записки вращаться. 129 дней уже в этой игре. Нормально. Хорошо, что на нем согреваешься. Так, тихо. Нет, ничего здесь нет. Ну, кстати, вот этот модуль он очень хорошо мне поможет в будущем. Если я, допустим, захочу сюда прийти добывать серебро, медь и... Так, пожи-ка. Понял. Серебро, медь и титан. Так, там фонарь. Да, блядь. Чувствую, я не туда опять иду. Чувствую, я не туда опять иду. Вот кабель, типа кабель там, кабель тут. Так, это че? Показалось? Нет. Смотри-ка. Че-то есть. Заблужусь сейчас в этих пещерах. Ты кто? Вы кто? Тихо забрать. Яйцо существа. Это точно не пингвин. Это че-то другое. Давай, давай возьму. Че я теряю с этого? Место занимает немного. Эй. Блин, я надеюсь, это не червь. Ну, в смысле... Выращивание червя. Из этой штуки. Так, еще один. Хорошо, что еда лежит рядом. Висит рядом. Так, давай-ка, поехали. Да, е-мое, не может. Поехали. Что, 7% нормально. Я, может, тут был. Но я бы яйцо тогда увидел. Как вариант. Нет? Из-за льда-то они не могут вылезти. Это бред. Тут ничего нет. Пошли обратно. Ускорение недолго работает. А, можно держать кнопку. Ты смотри, че. Я обманул. Я обманул его. Вот, видишь, я держу кнопку просто. Но она тоже недолго здесь. Но она действует эффективнее, чем просто нажал и отпустит. Блядь, не успел. Не успел. Я могу сходу? Нет, не могу. Ну, типа, с него все выкинуть. Заделал. Заделал. Нет, в смысле? Как? Ну, блин. Ну, все, жопа тогда. Как он сломал-то? Или я разбился? Не может быть. Там высота была маленькая. Ладно, я дошел. Уже не обессудь. Ну, жалко, конечно, жалко. Модуль не жалко. А, то есть можно, да? Пещер какие интересные. Это лаборатория, что ли? Большой изумруд. Похоже на лабораторию. Незначительные примеси хрома. Поэтому привык к образованию зеленого оттенка. Имели цены применения в технологиях архитекторов. Так, подожди-ка, я фонарик отрубил. Ну, ё-моё, мне только смазку вылетело, да? А, его ж тяжело соврать, нет? Ну, магнетит, я помню, нужен. Потом нужно... Батарея, смазка. Два магнетита и титан. Ну, если найду два магнетита, нет, смысл. У меня далеко это место. Обратно будет тяжело возвращаться. Потому что надо будет как-то согреваться. Да, ё-моё. Нет, эти кристаллы не могу взять. Ионный куб зато есть. Всё тут? Пошли дальше. Да ё-моё. Ионный куб и... Сюда нужен срочно. Прям сроченский, я бы сказал даже. Ну, чё-то специально оборудование. Ставлю маячок. Так, маячок. Вот он. Я же не зря его взял. Так. Подожди, а что это вообще? Ну, просто шахту могу оставить, в принципе. Да, шахта. Пускай такая останется. Я их сейчас... Дофига соберу вот этих. Если повезёт. А ещё есть с той стороны. Ну, с этой ладно, понятно. С этой нет. Ладно, пошли дальше. Компонент архитектора. Рука? Да? А ну-ка. Ткани. Похожи на кожу образец тканей инопланетного происхождения. Маркеры ДНК указывают на сложную смесь, синтезированную из более чем 12 различных источников. Образец ткани включает передовые биокомпозиты, придающие уникальные механические свойства. Сжатие крайне высокая прочность на сжатие защищает... Крайне высокая прочность на сжатие защищает от воздействия внешних сил и может указывать на приспособление к экстремальным условиям. Высокое сопротивление урону от столкновения на высокой скорости. Низкий модуль эластичности позволяет тканям соответствовать и растягиваться в ответ на движение тела. Так, кстати, у меня есть информация, где есть часть головы. То есть я нашел часть тела для... Просто тела. У меня есть пустула. В принципе, только волокон синтетических не хватает, и я смогу собрать. Органы или скелет. Все, подожди. Так. Где тут? С телом. Вот, архитектора. Жуткий способ умереть. Да, но мне бы не понравилось быть раздавлен при добыче компонентов для ионов кубов. Полт хорошо сохранил тело, но образец не очень большой. Его хватит? Органы плюриппатентны, образованные из ДНК различных видов и могут изменить форму при необходимости. А, как стволовые клетки. А что не дает вам, не знаю, оказаться с копытами вместо ресниц? Такого не происходит, по крайней мере, со времен четвертой итерации. Да ладно, я успеваю читать? Серьезно? А что, все это, вся пещера? Бляха. Ну ладно. Вообще, по факту, я бы грохнул того урода червивого, который мне поспособствовал до ламыванию моего транспорта. Как свет отрубаем. Ну, побежали гулять, изучать оставшиеся места, территории. Я думаю, это конец. Это этот, рычит. Пупс, наш драгоценно любимый. Или, может, нету границ? Я охуею, если границ нет. Летей. Чу-чу? Все-таки там что-то есть? А, ну да. Зря бы канул, простите. Короче, да, это предел. И это где-то в километре, нахрен, от моего краба. И офигею. Надеюсь, было бы мне так лис уничтожить. Короче, значит, что сделаем сейчас? Мы домой вернемся полностью. То бишь, я соберу снова лис. Но при этом модуль поставлю против этих тварей. Которые мне постоянно... Чу-чу? А, кости ледяного червя. Это, оказывается, ничего себе. А почему я не могу самого ледяного червя изучить? Че за фигня? Почему я не могу его изучить? Ну, эта планета, короче, богата ресурсами. Если так посудить. Так много дохлых червей. Опа! Ледяного червя. Так быстро! Агрессивный смертельно опасно избегать. Эээ! Сычка. Все-таки один дохлый попался. Блин, жаль, я не могу. Ну, хотя можно этот... Вот, его пожрали. Да, его пожрали. Как-то вот так можно скриншотить. Ай, блин. Скандер, уйди. Мишей. Мне нужна еда. Где-нибудь. Желательно вкусненькая и горяченькая. Наподобие перца. Иначе я замерзну. Можно спуститься глубже. Но не факт. Здесь не согреваюсь. Ладно. Очень большая... Очень большой остров. Очень. Сколько я уже? Ах, 100 метров пробежал. Я еще ни о чем. Ну, я помню, пока ехал, где-то я ел вкусные горячие плоды. Где, не помню. Хоть убей. Но где-то явно недалеко. Опа. 24. А если ниже спущусь, ну-ка. Сограешь? Смотри-ка, в натуре не согревается. Я круг сделал. Серьезно? Я сделал круг? Ладно, согревайся. Сейчас. Пока ты согреваешься, мы почитаем записку. Вольтера. Батареи ударника. Батареи ударника. От кого? Омар. От имени шахтерской бригады Дельта. Кому? Квартирмейстер Джо. Я говорю от имени всей шахтерской бригады. День ото дня мы рискуем своими жизнями на этой проклятой территории. Когда мы подписывались на эту миссию, никто не говорил про ледяных червей. Мы потеряли не меньше пятой части бригады, пока Альтера что-то сделала. Шестерых наших друзей экстременным челноком эвакуировались с планеты. Маркус должен был после этой работы выйти на пенсию. Вместо этого его пронзил ледяной червь. Вы когда-нибудь видели, как ледяная червь кого-то пронзает? Эти ударники разработаны компанией решений на скорую руку. Они отлично отвлекают ледяных червей, пока они работают. Как мы должны их использовать, когда батареи так быстро садятся? Можно ли прислать нам дополнительные запасы батареек? Нам бы не помешало больше энергии. С уважением, Омар и бригада Дельта. Вторую записку прочитаем позже. Побежали. Короче, давай, знаешь, прям напрямик побежим. Думаю, нам хватит времени, чтобы... Ну, чтобы не замерзнуть, короче. Да и не только его так, не останавливайся, ладно? Парень. Ой, блядь. Чемит прям за мной. А ты меня... А если сейчас драться будут, нет? Ебать! А нас е... Эта тварь... Уйди в жопу. Эта тварь съела... А вот же, как раз. Чтобы не замерзнуть. Того волчару съела. Я офигею. Я в шоке просто. Короче, эта серия ревистянца, скорее всего, на час целый. Но зато мы, наконец-то... Извините за выражение, отъеб... Отъебемся с этого острова. Где там было наверху. Да. Полкилометра пробирали. Куда лучше-то теперь. Лучше наверх, я думаю. Я не считаю, что здесь что-то есть еще интересное. Возможно, есть, но не факт. На два раза он в одно место не стреляет, короче, этот гаденыш. Крепастый. А возможно, я тут уже все изучил. Если подумать. Ну, в принципе, я могу вернуться за его... Ебать. Вообще нету слов. Ты видел, как он сожрал этого сталкера? Охереть можно. Блин, как тут обойти-то? 300 метров. Высшая есть дорога? Каньончик там срез. Все дела. Нет, нифига. Блин, надо же было так транспорт сломать. Ладно, мы, короче, нас еще сделаем. На корабе дойдем. Добудем там ионные кубы. И все. А остров я лучше без записи изучу. Да. Мне просто интересно, сколько мы ионных кубов-то добудем. Есть я что-то... Есть я что-то интересное найду. Ионных куб, что ли? А ну-ка. Так, пупсяр, давай, пошли. Так, и пятый пультик. Короче, если что-то я вдруг не... Точнее, что-то интересное вдруг найду. Начальник следующего выпуска, я это покажу. Эй! Тут что-нибудь есть, интересно? Записки там, все дела. Ионных кубей, это, кстати, здорово. Ну, их всего два. Похоже. Да? Да, всего два. Печаль, печаль. Режим разведка. Статус включен. Единица пингвин. Выгляжу неплохо. Ладно. Все-таки что-то новое мы для себя все равно здесь нашли. У меня так много меток открыт. Шахта на месте. Все хорошо. Давайте, знаете, что сделаем? Магию монтажа. Потому что я долго буду бежать. И долго буду скакать. На корабе. Ну, короче, туда-сюда. Отправляться. Поэтому лучше мы этот момент пропустим. Чтобы не мучиться особо. Нет, не получилось. Это что такое? Не работает? Ну-ка. Ты, короче, не поверишь. Но я свою метку шахты крабом вбил под землю. Она вот здесь лежала на полу. А теперь там внизу. На глубине. Дай посмотрим, сколько у нас выйдет всего ионных кубов. Вот с этого. Надеюсь, не взорвется. Хе-хе-хе. Два. Нормально. Шесть уже. Восемь штук. Охерена. Это вообще прекрасно. Кстати, краемы. Вот эти твари краба почти не смогли задеть. Ну, или не пытались, может. Я без понятия. Прекрасно. Так. Ну да. Нормально. Офигенно. Я бы даже сказал. Ладно. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если кому-то оно понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Все впервые тут. В следующий раз уже будем изучать не остров, а что-нибудь другое. Ну, потому что сам понимаешь, надоедает это уже досконально вот это одно и то же изучать. Ну, здесь мы нашли часть тела пришельца. И несколько новых технологий. Я даже могу перечислить. Мне еще надо будет забрать картину. Я картину одну забыл. В том комплексе роботехники. И, кстати, да, портал, который я активировал, он ведет в другое место. Ну, как в другое. Центр роботехники, короче. Вот. В общем, холодильник. Так, кровать этого порвана. Кровать этой, как ее? Зетой. Вот у рамка. Блин, так-то немало мы изучили на этом острове, если честно. Что еще тут было-то? ЛИС открыли полностью. Открыли станцию. Это техобслуживание ЛИСа. Открыли... Так. Вот модули. Скорее всего, эти оба два. Может, один даже. Хрен его знает. Открыли, значит... краба мы на острове открыли или до этого? Нет, до этого мы открыли. Так, дальше. Пингвинчик у нас был. Сейсмический ударник открыли. Утепленный костюм, налобный фонарик. Ну, короче, вообще много. Таблетка для воды. Дальше фигню вот эту, которая с гидравлической штукой. Вот, гидравлическая жидкость. Ну, и антидот. Все. Больше ничего. А, да, собственно, записку-то не прочитали вторую. Все, прочитаем и заканчиваем. Туннели. От Джесси Шейн Кому Федерико Тернер Я одновременно люблю и ненавижу исследовать эти туннели. Они чудеса мощи ледяных червей. Тот объем льда, который они прорезают за мгновение, у нас занимает пару дней. Их механизм туннелирования безжалостно эффективен. О таких шахтерских мощностях Альтера могла бы лишь мечтать. Ледяные черви во время кампания туннеля раскапывают богатые минералами карманы. Но идти под поверхностью так рискованно так рискованно мы так уже многих потеряли. Я не понимаю почему мы должны торчать в этой конкретной части ледника. Жду не дождусь чтобы свалить из этой адской дыры. Или ледяной дыры. Не важно. Надеюсь у вас там на копе все относительно спокойно. На копе да. Вообще все спокойно. Там только эти крабоотшельники и все. В общем с вами был Дэрил Виндер. Всем пока. Редактор субтитров